Доклады о глобальных рисках Всемирного экономического форума, дезинформация и ложная информация впервые названы главными краткосрочными глобальными угрозами, а экстремальные погодные условия и критические изменения климата, напротив, вызывают большую долгосрочную озабоченность. Данные выводы основаны на опросе почти 1500 экспертов и предшествуют ежегодному форуму в Давосе в Швейцарии. 53% экспертов выделили дезинформацию как основной риск в сфере технологий, затем уже кибератаки и последствия развития искусственного интеллекта. В краткосрочной перспективе, примерно 2 года, дезинформация считается наибольшим риском, затем идут такие проблемы, как экстремальные погодные условия, социальная и политическая поляризация, вооруженные конфликты между государствами, дефицит экономических возможностей, инфляция, вынужденная миграция, рецессия, а также загрязнение. В докладе также говорится, что в течение следующих двух лет как иностранные, так и внутренние субъекты будут использовать дезинформацию для расширения социальных и политических разногласий. Это, в свою очередь, может привести к правительственной цензуре, внутренней пропаганде, а также контролю за свободным потоком информации. Риск усиливается большим количеством выборов в ближайшем будущем. При этом более 3 миллиардов человек должны будут отправиться на избирательные участки в 2024 и 2025 годах, в том числе в крупных экономиках, такие как Соединенные Штаты, Индия и Великобритания. Угроза распространения фейков особенно очевидна, учитывая потенциал развития искусственного интеллекта. Она занимает первое место в целом по степени серьезности риска в списке. Растущая озабоченность по поводу фейков в значительной степени обусловлена возможностью попадания искусственного интеллекта в руки злоумышленника. И такое развитие событий вполне способно наводнить глобальные информационные системы ложными данными. В долгосрочной перспективе, примерно 10 лет, экологические риски, включая утрату, биоразнообразие и коллапс экосистем, находятся на первом месте, тогда как дезинформация занимает лишь пятое. Пандемия COVID-19 и текущая политическая ситуация между Россией и Украиной выявили общественные разломы. Однако глобальная система продемонстрировала устойчивость. И обзор рисков на ближайший год показывает, что большинство экспертов ожидает некоторой нестабильности. При этом только 16% надеются на стабильный или спокойный период. В прошлом году основным краткосрочным риском считалось удорожание стоимости жизни, а за ним уже следовали природные катастрофы и геоэкономическая конфронтация. В долгосрочной перспективе внимание было сосредоточено на климатических изменениях и их последствиях, включая природные бедствия и миграцию. Отчет о глобальных рисках на 2024 год представляет результаты опроса о восприятии глобальных рисков, который отражает мнение почти 1500 мировых экспертов. Отчет анализирует глобальные риски в трех временных рамках, чтобы помочь лицам, принимающим решения, сбалансировать текущие кризисы и приоритеты более долгосрочной перспективы. Глава 1 исследует самые серьезные текущие риски, а также те, которые были высоко оценены респондентами опроса в течение двухлетнего периода, подробно анализируя три риска, которые быстро вошли в топ-10 рейтинга за двухлетний горизонт. Следующая глава сосредоточена на ведущих рисках, возникающих в следующем десятилетии на фоне геостратегических, климатических, технологических и демографических сдвигов, углубляя в четыре конкретных прогноза рисков. Отчет завершается рассмотрением подходов к решению сложных и нелинейных аспектов глобальных рисков в этот период глобального фрагментирования. Отчет Всемирного экономического форума о глобальных рисках за 2024 год основан на опросе, в котором участвовали почти 1500 экспертов со всего мира. Этот отчет изучает мировые угрозы и риски на ближайшие годы и на десятилетия вперед, помогая людям, которые принимают важные решения сориентироваться среди текущих проблем и долгосрочных вызовов. В первой главе рассматриваются самые серьезные угрозы сегодня и те, которые особенно беспокоят экспертов в ближайшие два года. Авторы подробно обсуждают три главных риска, которые быстро стали одними из самых опасных. Вторая глава сосредоточена на главных угрозах, которые могут возникнуть в следующем десятилетии из-за больших изменений в мире, например, в геополитике, климате, технологиях и демографии. В этой части говорится о четырех конкретных рисках. В конце отчета авторы обсуждают, как можно решать сложные проблемы глобальных рисков в условиях, когда мир все более разделен и изменчив. Основные выводы отчета таковы. Ухудшение глобальной перспективы. Анализируя события 2023 года, эксперты отметили, что многие важные события были мало освещены. Уязвимые группы населения столкнулись с серьезными конфликтами, например, в Судане, Газе и Израиле, а также с экстремальными погодными условиями, такими как жара, засуха, лесные пожары и наводнения. Во многих странах люди выражали свое недовольство через протесты, бунты и забастовки. Хотя глобальная дестабилизация, подобная той, которая произошла в начале войны между Россией и Украиной или во время пандемии COVID-19, в основном смогли избежать. Долгосрочные последствия этих событий могут вызвать дополнительные глобальные проблемы. По результатам опроса за 2023-2024 годы, большинство опрошенных ожидают ухудшения ситуации в ближайшие два года, что станет еще хуже в следующем десятилетии. И четыре основные силы, влияющие на глобальные риски на следующее десятилетие, это последствия глобального потепления, изменения в размере и структуре населения по всему миру, развитие передовых технологий, а также изменения в распределении геостратегической власти. Эти переходы будут сопровождаться неопределенностью и нестабильностью, и обществам нужно будет адаптироваться к этим изменениям, чтобы справляться с глобальными рисками. Экологические риски, включая экстремальные погодные условия, продолжают быть в центре внимания в рисковом ландшафте на всех временных горизонтах. Два из трех опрошенных считают такие условия основной угрозой, способной вызвать глобальный кризис уже в этом году. Ожидается, что явление Эль Минио будет усиливаться и сохраняться до мая текущего года. И эти риски оцениваются высоко, как на короткие, так и на долгосрочные периоды. Молодежь оценивает экологические риски, такие как потеря биоразнообразия и кризис экосистем, гораздо выше, чем старшие возрастные группы, включая их в топ-10 наиболее важных рисков на ближайшие два года. В то время как частный сектор считает эти угрозы важными в долгосрочной перспективе, представители гражданского общества и правительства видят их как более непосредственные проблемы. Особое внимание в отчете уделяется возможности достижения точки невозврата в климатических изменениях в течение следующего десятилетия. Существует опасение, что при достижении глобального потепления на уровне 1,5 градуса по Цельсию ожидается, что к началу 2030-х годов могут начаться долгосрочные и необратимые изменения в планетарных системах. Многие экономики могут оказаться неподготовленными к таким нелинейным последствиям, что усугубит климатические изменения и отразится на уязвимых слоях населения. Помимо экологических рисков, отчет выделяет социальную поляризацию как одну из основных угроз как в текущем, так и на двухлетнем горизонте. Эта поляризация может усугубляться распространением дезинформации и ложной информации, особенно в период выборов в разных странах. В результате могут возникнуть насильственные протесты, преступления на почве ненависти, а также терроризм. Экономические трудности для стран с низким и средним уровнем дохода будут усиливаться. Кризис стоимости жизни остается ключевой проблемой для 2024 года. Рост инфляции и экономический спад выделяются как новые значимые риски на ближайшие два года. Текущая ситуация характеризуется неопределенностью, а множество факторов, таких как Эль-Нинью и возможное обострение конфликтов, продолжают оказывать давление на экономику. Высокие процентные ставки могут привести к долговому кризису среди малых и средних предприятий, а также уязвимых стран. Большая экономическая неопределенность негативно скажется на большинстве рынков, а для уязвимых стран капитал станет особенно дорогим. Эти страны рискуют оказаться отрезанными от необходимой инфраструктуры, торговли и инвестиций, что усугубит их социальные и экологические проблемы. Кроме того, в отчете говорится, что технологические достижения и геополитические изменения создадут новых победителей и проигравших, как в развитых, так и в развивающихся экономиках. Если развитие технологий, особенно искусственного интеллекта, будет продолжать определяться коммерческими интересами и геополитическими целями, а не общественным благом, это может привести к углублению цифрового разрыва между богатыми и бедными странами. В долгосрочной перспективе под угрозой оказывается процесс в развитии повышения уровня жизни. Экономические, экологические и технологические тенденции могут усугубить проблемы с трудоустройством и социальной мобильностью, блокируя возможности людей улучшить свое положение. Эти изменения также затронут показатели человеческого развития, включая доступ к образованию и здравоохранению, а также радикально изменят социальные и политические динамики. Межгосударственно вооруженный конфликт впервые появился в рейтинге рисков на ближайшие два года. Распространение конфликтов является ключевой проблемой, особенно учитывая, что внимание великих держав разделено между несколькими фронтами. Технологические достижения, включая развитие искусственного интеллекта, увеличивают риски безопасности, а отсутствие глобального согласия по регулированию этих технологий может привести к распространению опасных возможностей. В долгосрочной перспективе такие технологии, как генеративный искусственный интеллект, могут дать государственным и негосударственным акторам возможности для разработки новых инструментов дестабилизации и конфликта, включая кибервойну и биологическое оружие. Границы между государствами, организованной преступностью, частными военными группами и террористами станут еще более размытыми. Широкий спектр негосударственных акторов будет использовать ослабленные системы, усиливая цикл между конфликтами, уязвимостью, коррупцией и преступностью. Незаконная экономическая деятельность, хотя и считается менее значительным риском на 10-летний период, может возрасти под влиянием других высокоаранжированных рисков. Интернационализация конфликтов с участием множества сил может привести к более смертоносным и длительным войнам, а также к серьезным гуманитарным кризисам. Внедрение искусственного интеллекта в процесс принятия решения конфликта, включая автономный выбор целей, значительно увеличивает риск случайной или преднамеренной эскалации на следующее десятилетие. Углубление разделения на международной арене между различными полюсами власти и разрыв между глобальным севером и югом может привести к параличу международных управленческих механизмов и отвлечению внимания и ресурсов, ведущих держав от срочно глобальных рисков. По прогнозам, в следующем десятилетии мы столкнемся с многополярным или фрагментированным мировым порядком. Средние и великие державы будут соревноваться за установление и поддержание региональных правил и норм. Растущее недовольство по поводу продолжающегося доминирования глобального севера может побудить ряд стран стремиться к более значимому влиянию на международной арене, особенно в военной, технологической и экономической сферах. Государства глобального юга, несущие основной удар изменения климата, последствий пандемии и геоэкономических разломов, могут формировать новые политические альянсы, влияющие на мировую безопасность. Это может оказать влияние на такие напряженные точки, как война между Россией и Украиной, конфликт на Ближнем Востоке и напряженность вокруг Тайваня. А попытки изолировать изгойские государства, скорее всего, окажутся бесполезными, а международное управление и миротворческие усилия могут отойти на второй план. Переориентация в глобальных делах особенно заметна в интернационализации конфликтов, где ведущие державы будут чаще предоставлять поддержку и ресурсы для завоевания политических союзников. Доступ к передовым технологиям станет ключевым фактором мягкой силы для крупных держав, а страны с конкурентными преимуществами в верхних звеньях цепочек создания стоимости будут использовать свои экономические активы для обеспечения доступа к новейшим технологиям. Это приведет к новым динамикам власти на международной арене. И в условиях фрагментированного и постоянно меняющегося мира сотрудничество будет испытывать давление. Но существуют важные возможности для действий, которые могут быть предприняты на разных уровнях, от местного до глобального, как индивидуально, так и коллективно. Эти действия могут значительно снизить воздействие глобальных рисков. Локализованные стратегии, включающие инвестиции и регулирование, могут смягчить последствия неизбежных рисков, к которым мы можем подготовиться. В этом важную роль могут сыграть как общественный, так и частный сектор, распространяя преимущества на все слои общества. Инновационные начинания, развиваемые через исследования и разработки, также могут сделать мир более безопасным. Коллективные усилия отдельных граждан, компаний и стран, хотя и могут оказаться незначительными по отдельности, в совокупности могут оказать значительное влияние на снижение глобальных рисков. Важное достижение критической массы в этих усилиях. Несмотря на увеличивающуюся фрагментацию мира, масштабное трансграничное сотрудничество остается критически важным для решения рисков, имеющих ключевое значение для человеческой безопасности и процветания. И перед нами период значительных изменений, которые потребуют максимального расширения наших адаптивных возможностей. В течение этого времени возможно множество различных будущих, и более позитивный путь может быть сформирован нашими действиями по адресации глобальных рисков сегодня. И в заключении, в мире, который становится все более фрагментированным и изменчивым, ключевым аспектом в адресации глобальных рисков является сотрудничество на всех уровнях. Несмотря на возрастающие вызовы, существуют значительные возможности для предпринятия эффективных действий как на локальном, так и на глобальном уровнях. Локализованные стратегии, включающие инвестиции и регулирование, а также инновационные исследования и разработки, могут сыграть ключевую роль в уменьшении воздействия неизбежных рисков. Коллективные усилия как со стороны отдельных личностей, так и со стороны организаций и стран, могут дать существенный результат при достижении критической массы. Важно понимать, что даже наибольшее индивидуальное воздействие, когда они суммируются, могут привести к значительным изменениям. Наконец, важно подчеркнуть, что несмотря на растущую раздробленность мира, масштабное трансграничное сотрудничество остается неотъемлемым для преодоления глобальных рисков, которые имеют решающее значение для человеческой безопасности и процветания. Ближайшее десятилетие будет периодом значительных изменений, и путь, который мы выберем сегодня для реагирования на эти глобальные риски, определит будущее человечества.